Смотреть в городе. Без понятия, я не из Краснодара, я езжу в Российский. Много натопил уже? Да много, конечно. Добро должно оплачиваться. Абсолютно верно, Наталья. Лампочка над картиной не горит. А, посередине? Я могу адрес скинуть? Можешь как-то через ДЭК, может быть, отправить? Раз такая внимательная, блин. Это карта Женьку на виске. Нет, Дюженко, ты не прав, потому что я алкоголь не употребляю сейчас. Тем более, я могу пивка выпить чуть-чуть сейчас, но крепкий алкоголь я не пью. Женя, что твою страницу взломали? Ее не взломали, я ее продал давным-давно, года три назад. И сейчас люди ее используют. А кто ты такой, чтобы тебе скидывали вообще смех? Я понял. Я кто такой? Я тот, у кого ты сидишь в эфире и тратишь время не на то, чтобы обнять своего ребенка, или отсосать мужа, или позвонить матери, а сидишь, тратишь его на то, чтобы написать мне сообщение. Кто я такой, блядь? Ты ответил на этот вопрос. Что ты тогда тут сидишь? Бля, нормально я ее, да, блядь, прихлопал, блядь? Кобылицу. Они, кстати, не любят, когда я трезвый. Они любят, когда я пьяненький выхожу в эфир. Это, блядь, разъебывая, как, блядь, страшно. Можно с вами встретиться в Краснодаре? Моя золотая, я предлагаю тебе выпить чай из ромашки, блядь, и пошевелить головой. Я тебе только что сказал, что я не в Краснодаре. Я из Новороссийска. Как ты со мной встретишься? С Базыкиным? Я не знаю, кто такой Базыкин. Привет, Толечка. Да мне все равно, что ты говоришь, испугались все. Ну, видимо, блядь, не все равно, вас ты строчишь. А, ну, слава Богу, я думал, что мы в военное положение, я думал, ведут. Хотите, я вам аквариум покажу? Смотрите, прикол с этими рыбами, они вообще невменяемые. Посмотрите на них. И все приплыли. И все приплыли. Давайте сюда руку поставим. Опа. Идите сюда. Вчера кормили, пацаны. Класс, да? О, сладкий, мой сладкий. Папа пришел, папа пришел. А ну, давай сюда, папа уйдет. Опа. Все, они поняли, что не работает. Они думают, что это червячки. Ну, может быть, не знаю, без понятий еще не подумаем. Давайте с вами чуть-чуть пообщаемся. Ссылка на YouTube, ну, наверное, сегодня будет. Потому что часов в 6 вечера, в 7 я выйду. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Потому что там в любом случае все это надо настраивать. Вроде настроили. Ну, в общем, парень, который все это делал, нормально Сантехрус себя чувствует. Мы не тем за ним. Это не Сантехрус. Причем здесь Сантехрус? К этому отношения не имеют. Это мои друзья, это мои пацаны здесь, которые в Москве, с которыми всю жизнь. В общем, здесь Сантехрус. Хотя Сантехрус тоже себя хорошо чувствует. Жень, повестка пришла? Вам готова уже ехать? Мне повестка не пришла по одной простой причине, что я не попадаю в первую категорию. Мне 37 лет. А в первой категории до 35 лет. Я вижу, что там огромное количество людей надрачивает на то, чтобы я уже пошел туда, сходил, да? Я на себя работаю, Алиева. Все, что я делаю, я делаю для себя и для своей семьи, и для своих детей. Я не работаю ни на кого. У меня нет руководителя, начальника нет. Сам в себе. Жень, почему твой аккаунт собирает материальные помощи? Это твой аккаунт. Я уже написал этим людям, которые я продал эту страницу. Они сказали, мы вообще первый раз об этом слышим. Мы, честно говоря, ничего не знаем. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Когда заходите на мою страницу с галочкой, я к ней, кстати, сразу говорю. Не имею никакого отношения к никакому сбору денежному. Потому что они используют мою фотографию, а это прямое нарушение моих прав. Поэтому я очень вас прошу. Зайдите, пожалуйста, на страницу с галочкой. И в углу есть три точки. Нажимайте «Пожаловаться на страницу». Вы нажимаете «Пожаловаться на страницу». И там вам будет предоставлен список из жалоб. И там есть одна из них, что человек использует страницу. Ну, в общем, там использует... В общем, хозяин страницы не является... Ну, в общем, я не помню, как правильно все это трактуется. Почитайте. В общем, неважно. Если мы массово это сделаем, то страницу просто заблокируют. Вот и все. У нас подписалась Катя Узарова. Добро пожаловать. Вот хорошо, Яночка, да. Потому что это не дело. Я бы не жаловался, блин, на какую страницу. Вообще не люблю жаловаться. Это не моя история. Но когда выкладывают мою фотографию, а на фоне моей фотографии... Сейчас вам покажу, блин. Ну, это просто пиздец. Это что такое? Скажите мне, пожалуйста. Девушки-подписчицы из России. Кто хочет поучаствовать в клевом позитивном челлендже, пишите в директ. За рубль. Спасибо за ваш отклик. У нас уже пять тысяч человек. Пять тысяч, блядь, дурачин чистых, блядь. Потому что еще раз хочу повторить. Я никакого отношения к этой странице не имею. Никакие сборы я не устраиваю. Это не моя история. Я людям написал. Люди мне сказали, они ничего не знают. Друг на друга начали сваливать. Ну, раз они так, значит, и мы так будем. Привет, привет, огромное. Да я его продал, потому что он не нужен, бомбе. Жень, как думаешь, дойдет до атомной? Да нет, конечно. До атомной бомбы? Какой атомной? Ядерной войны вы хотели написать? Почему здесь атомная бомба? Хорошего дня вам. Спасибо огромное. Вам тоже. Миллион триста, по-моему, или миллион двести пятьдесят, что-то такое, страницу продал. Давно это уже было три года назад. Сейчас два дня буду вообще один. Представляете, суббота, воскресенье. Буду в офисе один. А здесь есть шахматы, нарты, аквариум, плойка пятая. Ну, Sony PlayStation. Огромное количество дисков. Есть стол теннисный, для настольного тенниса. Поэтому, если кому Женька, как они думают, что этот аккаунт так же, потому что еще весной ты там выкладывал там фото свои. Я ничего там, Олечка, не выкладывал еще весной. Ну, а учитывая, это не я выкладывал, это они выкладывали. Почему вы такой хмурый, как вас настроение? Нормальное настроение. Поэтому, если кто-то вдруг захочет поиграть со мной в настольный теннис, то, пожалуйста, пишите в директ. В Москве. Смотрите, все фотографии, вся реклама, которая есть на странице, была, я имею в виду, до сегодняшнего дня, до вчерашнего дня. Это все было сделано с моего позволения. Люди со мной разговаривали. Люди просили там по поводу рекламы. Кто-то что-то для себя делал. Я записывал для них рекламу. Вот, как бы от своего лица. Но то, что произошло там вчера и сегодня происходит, мне это не нравится. Зачем мне иметь отношение к какому-то ГИБу, к какому-то сбору для российских военных, чтобы потом никуда это не ушло. Людей кинули, блядь. И все сказали, Кузин виноват, ты охерел. Поэтому я сразу говорю, в каждом эфире буду говорить, я никакого отношения не имею к странице с гадочкой, где там 700 тысяч подписчиков. Евгений Кузин. Эта страница была продана мной 3 года назад. У меня есть договор о продаже. Поэтому, как вы думаете, что скажет Путин? Путин скажет, что присоединили 4 области к России. Теперь это Российская Федерация. Что Путин скажет? Интересно, что будет после признания. Поживем, увидим. Каждый день, как на пороховой бочке. У меня, знаете, сколько людей из Украины пишут? Там, Женечка, мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Наши мужья тебя ждут. Они мне пишут. Вот так вот. А я все равно сижу. И каждый день вещаю. Плохо это закончится? Не знаю. Хорошо ли? Возможно. Но сдаваться не будем. Мне кажется, в этом и заключается патриотизм. Почему Саша тебя засирает? У меня Саша не засирает. Саша просто возмущена происходящим. Зачем вы это пишете, Галина? Вы как это знаете, блядь? Как бабка, блядь, с метлой. Собрали листья, блядь. Их ветром сдуло. Опять по всей улице. И вы опять их собираете. Что за чушь вы мне пишете? Скажите, пожалуйста. Вот для чего это? Вот сломан этот телефон. Блядь, бабы вообще какие-то. Вот не все, но вот есть безобразные просто. Я вообще не знаю, как устроен ваш мозг, как с вами ваши мужики живут. Это просто ужас. Вот что, блядь, попало, пишут. Да небось это ядерная война. Ты там ничего не почувствуешь. Там все быстренько закончится. Нет, это неправда. В Москве как были пробки, так и есть. Как было много машин, так и есть. Чушь полная. Не слушайте никого. Запомните одну вещь. Вот пока вы не увидели, пока вы не услышали, вообще не верьте ничему и никому. Женя, Саша отдаст тебе ребенка в этот ЛФИС. Какой, зачем мне здесь ребенок нужен в офисе? Есть потрясающее большое количество друзей у меня в Москве, куда я могу приехать со своим ребенком и провести с ним время. Привет, Оля. Кстати, благодаря вот этой курилке я вообще очень мало стал курить сигарет. Вчера у меня ее... Она у меня вчера разрядилась. Сегодня зарядил я ее. Вчера, кстати, опять много курил. А вот с курилкой хожу, не курю практически. Он такая хорошая, я купил ее за 500 рублей, 4 тысячи затяжек. Я не знаю, я уже неделю с ней шоркаюсь. Животных люблю, кошек не люблю. Кошек ненавижу. Блядские животные. Ненавижу их. Никакой пользы от них нет. Ни верности, ни ласки. Ничего от них не дождешься, этих кошек. Смотрите, как волосы уже отросли, да? Уже скоро, может быть, на руку причесывается. Уже можно. Моя сигарета 220 рублей сейчас стоит. Вот я две пачки в день выкурил. Почитайте. 4, 8, 12 тысяч. Если по 200 считать. Здравствуйте, как относитесь к бегущим из России? Я фильм смотрел в детстве, помните, был бегущий человек. Как мы к ним относимся? Нормально. Все закончится, будет Олимпиада. Я думаю, что летняя Олимпиада. Там же, по-моему, есть такие виды спорта, как трейбори, где они бегают 100 метров, 200 метров, километр. Я думаю, что у нас уже есть большая команда. Потому что бегут, блядь, с такой скоростью, что Болт, блядь. Усейн Болт позавидовал, блядь. На наши русские сейчас такие рекорды ставят, что мама родная. Ну, Антош, там, да, по-моему, там рублей 800 стоило. Кофта у тебя классная, залипла. Да не кофта, это ветровка, я в ней бегаю. Сегодня утром должен был бегать, блядь, и не побежал. Проспал до 4 часов утра, не спал. Что-то какая-то, ну, не паническая атака. Знаете, какие-то мысли были не очень приятные. Потому что эфир закончился на таких словах, как война, плены, вот вся эта история, плюс вот эти комментарии. Вы не представляете, что у меня сейчас в директе творится. Блядь, меня там, ну, оскорбление это даже не назвал. А, я не стал делать скриншоты. Здравствуйте, вчера всех эфир прервался. Путина будешь смотреть? Буду, конечно. Повестка, да отстаньте вы, блядь, с этой повесткой. Окси, когда придет повестка, вы об этом узнаете. Хватит, блядь, ее энергетически, блядь, ко мне притягивать эту повестку. Поменьше об этом пиздите. Тогда все будет нормально. На границе очень бегуны растяются, что условия плохие. Стоять долго, бедные, ну, ничего страшного. Постоите. Можете не стоять в пробке. Можете домой вернуться и родину защищать. Прослушала почему. Не знаю, что вчера произошло. НН-007, 0077. Мысли какие-то были дурацкие, плохие. В общем, чувство страха слегка еще, конечно, придавливает. В общем, так. Очень сложно, я уснул. В федеральных каналах первый канал Россия. Мои золотые. У нас все каналы федеральные практически. Это первый канал, второй канал России. Это НТВ, это ТНТ, это СТС. Это тоже федеральные каналы. А что с носиком? Почему трешь? Все окей? Да нормально все. Не знаю, что с носиком. Не знаю, что ли. Так, а ты чего не открыла мне страницу? Кстати, НН-0077. Я тебе запрос отправил на подписку на тебя. А ты мне не открыла страницу. Хотел посмотреть на тебя, как ты выглядишь. Все без настроения. С садиком тоже жуть, что делать. Я не знаю, что он с садиками делает, мои золотые. Не ко мне вопрос. Это... Объявят полную... Да не объявят полную мобилизацию. Успокойся, Женя. Да, да, да. Я открою тебе в основном. Открой, а где? Как ты откроешь? Окей? Да, да, окей, окей. Это не основная твоя страница? НН-0077. Ты просто грозилась мне, что ты очень красивая. Я люблю очень красивую женщину. Хотел посмотреть на тебя. Напишу, да, напиши в директе. Спасибо. А что там говорят, некоторых ребят домой отправили? Ну, потому что военкомы с ума посходили. Им дали там определенное... Ну, им дали задание. Набрать там определенное количество людей. 300-500 человек с каждого военкомата. Там, с округа, с района. Вот. Они, значит, блядь, в попыхах, чтобы, как говорится, выслужиться перед своими хозяевами. Они, значит, начали набирать там косых, кривых, блядь, слепых, взрослых, с детьми, без детей. Всех, блядь, отправили. А мы обчитали. Ну, долбоебики, чисто. Я считаю, что их надо... Во-первых, ну, их надо лишить звания. Их нужно уволить. И это как минимум, как максимум. Они должны нести уголовную ответственность. Вот. Ну, как мне кажется. И все. И Путин узнал об этом беспорядке, об этом беспределе. И повозвращал всех, половину домой. Вот. Уже прямо из Донецка, из Луганска людей возвращают домой. Говорят, вы что, ебу дались, что ли? Есть закон? Чего вы нарушаете его? Жень, вот так и встретишь тут свою судьбу. Может быть, кстати. Похудел очень. Нервничаю очень. Военкомат по шапке настучали за это. Они ночью по домам ездили, парни ездили. Так, блядь, кончили, блядь. Боевые, блядь. Всю жизнь так и живем, блядь. Все выслуживаемся перед хозяевами своими. Дебилы, блядь. Интересно, их дети, блядь, служат? Они так и наберут нужное количество при частичном. Зачем общее? Коротко о мобилизации. Заставь дурака богу молиться. Дурдом. Даже умершим пришли повестки. Ну, блядь. У меня знакомого тоже призвали. Он получил повестку. Пришел в военкомат. Ему говорят, да нет, вы сейчас не нужны. Мы просто отмечаем себе. Здесь вы в стране или вы уехали? В Дагестане такой же беспорядок. Хватает безразбудка. Но вот с этим надо разбираться. По поводу Дагестана я знаю, что сам президент республики, глава республики, он выступил с заявлением. Хотя у меня есть предположение, что он об этом знал. И, скорее всего, команда и он тоже дает. Ну, вот. В его обращении к сотрудникам военкомата и военного комиссариата я увидел, что он ничего не знал об этом. Когда по Дербенту ездила машина, и по громкоговорителю говорили, все люди мужского пола срочно явиться в военкомат. Каким, блядь, всем людям мужского пола? Долбоебы, блядь. Четкое распоряжение. До 35 лет. Ну, каким всем людям мужского пола? Детям и старикам тоже туда нужно прийти. Жень, автографы когда раздавать будешь? В Воронеж уже отправили автобусы без учения. В Ростове тоже слепых хромых инвалидов с четырьмя детьми призывают. Ну, сейчас там разберутся. Сейчас они, блядь, всех вернут обратно по домам. Поэтому, девчат, не переживайте, с полюса вернутся. Я тоже, у меня, когда машина проезжает с черными номерами, тоже, блядь, меняюсь там в позе. Вот так вот, блядь, начинают ходить, честно. Вот так сейчас, покажу, блядь. Машина едет с черными номерами, вот ты идешь спокойно, только машина с черными номерами, тут же, блядь, вот начинаем вот так, я вот так начинаю идти. Чтобы ко мне вопросов было поменьше. Понимаете, о чем я? Вот и я про то же. Отцу 55, причем пришла повестка, учите. Причем Путин же сам выступил. Говорит, ребят, вы что, долбоеба? Вы кому повестки даете? Они квалифицированным врачам, хирургам дают повестки. А кто лечить будет? Слава Богу, 10 лет в театре отслужил. Здравствуйте, можно вашу документацию? Хай Бог милу, поехали дальше. 10 лет в театре. Без кино. Это же скрываются все недостатки армии, для этого Путин все сделал. Мои золотые, блядь, хватит уже обвинять во всем Путин. Вы что, реально думаете, что Путин все знает, что происходит в стране? Вы реально считаете, что он все знает? Да он 80% того, что происходит, он вообще не знает, ему все это неинтересно, потому что он занимается, у него есть дела поважнее, чем думать, кого набирают. Вот сейчас он об этом узнал, к нему пришла статистика, он охерел, блядь. Дал указ и всех вернули, блядь. Большинство вернули. Поэтому хватит уже все на Путина. Тоже Путин виноват. Или Жириновский был прав. Ось земли, блядь, сдвинулась. Америку затопит. У вас в России предатели. А у вас есть в квартире газ? А у нас есть. Пиздите, блядь, предатели. Вы тоже знаете. Отряд, отряд из трех хохлов, в нем обязательно два предателя. Поэтому, знаете, здесь такая поговорка очень хорошая. Поэтому давайте тоже. Вы когда-нибудь задавались себе вопросом? Вот я себе вопрос задавал. Вот смотрите. Вот мне предложат. Ну, допустим. Так, в Майами частые потопы. Это здесь к чему? Ну, тут просто я смотрю, Ангелина, все обвиняют Путина во всем. Привет, Ангелина. Как дела у тебя? Как настроение? Вчера было не очень. Вчера хуй сосила меня весь эфир. Сегодня как у тебя там с настроением? Нормально все? Выспалась? Ну, слава богу. Давай тогда. Без оскорблений сегодня. Вот задавались вы вопросом. Вот смотрите. Вот я смотрю эфиры. Вот читаю ваше сообщение. Все максимальные патриоты. Ну, вот большинство. 90% людей, живущих на территории Российской Федерации, все сумасшедшие патриоты. Вот скажите, пожалуйста. Вот завтра к вам придут домой. Ну, просто. Ради того, чтобы просто поболтать. Ты уверен, что я была вчера? Ангелина, нет, не уверен, поэтому осуждаю себя. Просто я, блин, а вы... Там тоже была брюнетка, и у нее был позади украинский флаг. Она меня так, блядь, материла вчера. Я просто сел. Но я, кстати, ни разу ее не оскорбил. Ангелина, ты какая красивая. Лина, Ангелина, Лина. Лина, Ангелина, давай дружить с тобой. Сейчас я сделаю скриншот. Я тебе напишу в директе, если ты не против. И мы с тобой можем созвониться в WhatsApp, и ты мне расскажешь что-то то, что, может быть, я не знаю. Потому что нам же здесь по телевизору одно рассказывают, вам другое. Хочешь, в эфир со мной выйди? Я, кстати, всегда за то, чтобы люди, живущие на территории Украины, или поддерживающие украинский режим, они высказывали свое мнение по поводу того, что происходит на самом деле. Это очень важно, знать правду двух сторон. Тогда у тебя, ну, в голове происходит схождение пазла, знаете, и ты понимаешь, что действительно что-то, блядь, не то, или что-то то. Жень, в активном поиске. Да, Азербайджан, привет. Выходи в эфир. Что ж такое у меня, реально, блядь, вот сказали с этим носом, чешется нос, начал нос чесаться. Блядь, чистая психосоматика. Заебали, не говорите мне про нос. Без намеков. У меня все нормально. В моей жизни нет наркотиков, в моей жизни нет алкоголя. Вот, гадость какая. Ну, и вон Ангелинка еще в моей жизни появилась. Жень, в Украине режима нет. Ну, я понял. Видимо, неправильно выразился. Я так понял, у вас и Бандера герой, и Азов это герой, поэтому все нормально. Мы уже привыкли. И в Россию вообще пошла от Киева. И вы вообще главные в этом мире. Это мы уже все проходили, мы все это знаем. Спасибо большое. С Дагестана тоже всем привет. Привет огромное. Привет, Дагестан. А, про патриотов продолжим. Вот смотрите. Я вижу большое количество людей в моем эфире, которые топят за Россию. Молодцы, это очень похвально. Завтра к вам приходят в дом. Ребята, можно вопрос? Сейчас одну секундочку. Ангелина, не задавай, не спрашивай. Задавай напрямую сразу вопрос, мы ответим. И вам говорят, вот вам миллион долларов. 62 миллиона рублей по сегодняшнему курсу, 61 плавающий курс. Но вот больше вы не за Россию. Вот вы должны выкладывать посты, в эфир выходить раз в неделю. Пусть у вас там 100 подписчиков, неважно. Ну вот вы должны быть против России, вы должны быть за Украину. Вы согласитесь? Учитывая, что у вас кредит, у вас ипотека, вы последний хуй солью доедаете. Скажите, пожалуйста, в процентном соотношении патриотизм усилится? Пойдет вверх или все-таки к хуям собачьим пойдет до нуля? Скажите, пожалуйста. Ну правда, вот такой просто вопрос. Да все блогеры. Я нет. Вот, Тиночка нет. Нет, я не смогу. Нет. Ну-ка, 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 прям интересно. Прям, вот, мы молодцы, да, блядь. Я продамся, если не глобально. Что значит, Маргариточка, если не глобально? Ты продашься, если не глобально, это что? Это типа без анала, ты имеешь в виду? Я как бы готов поебаться за деньги, но только без анала, да? И вот ты про это говоришь? Это что значит, блядь, я продамся, но не глобально? Блядь, круто вообще, конечно. Не смогу, нет, не смогу. Если миллион долларов, да, если миллион долларов. Ну надо будет все, пиздец, все. Россию не люблю, блядь, топлю за Украину. Да вы мне сначала ответьте, я вам потом отвечу. Неужели вы думаете, что задавая такие вопросы, у меня нет в голове своего ответа? Я вам отвечу. Зеленский был хорошим актером, президент не его. Да он это давным-давно сам уже понял. Оставьте его в покое, пожалуйста, Зеленский. Он уже, блядь, каждый день считает, думает, когда-то уже закончится, чтобы он, блядь, куда-то свалил в сторону, жил там у острова, у озера Кома в Италии же с семьей. Но я боюсь, что ему не дадут жить долго. Я-то за Россию, я всегда за Россию. Очень странный вопрос, за Россию я или нет. Вопрос очень интересный. Долгов миллион, но нет, не продамся, не смогу, сын там. Вы реально верите, во что я говорю вам, как адекватный человек, что нет в Украине бандеры? Ну, ребята, это же смешно. Послушай, смотри, Ангелин, ну выйди со мной в эфир. Выйди со мной в эфир, смотри. То, что я говорю в этом эфире, имеет фундаментальное подтверждение. В каком плане? Я это беру не из головы, я это беру не из федеральных каналов, не со стороны радио, не со стороны прессы, которая внутри страны. Давным-давно уже все мы знаем, что с этим происходит. Я это беру, отталкиваясь от слов украинского народа. Я в эфир выхожу, вот у меня была девочка с Киева, женщина, потом у меня была пара, мужчина с женщиной, тоже из Украины. И когда я им задавал этот вопрос, выбежал ребенок 9-летний и сказал, а зов героин, бандера, блядь. Да, бандера, ну ты, о чем мы сейчас с тобой разговариваем? Я же это не из своей головы беру. Это ваши говорили ребята? Ну это ваши ребята говорили. Ну как у вас, блядь, бандеры нет, если у вас это официальный праздник, блядь, в Украине? Зайдите на официальный сайт Украины. День памяти бандеры, официальный день у вас, блядь, в Украине есть. Вы что, вы по сулам, блядь, посходили? Вы скажите, пожалуйста, вы сами там, блядь, немножко приехали, у вас уже тапочки как брыбу, блядь, волняшками притопило к берегу. И вы сами вообще верите, во что вы говорите? Зайдите на официальный сайт, блядь, Украины. Посмотрите праздники, блядь. Это национальный праздник, День памяти бандеры. Вы, блядь, серьезно сейчас, блядь? И вы мне, блядь, с Украины сидите, пишите, да нет, у нас тут бандеры, блядь. Вы ебудались, блядь, скажите мне пару. Вы тогда как-то там, блядь, ну, найдите общий язык со своими там. Вы друг с другом, блядь, договоритесь хоть. Как вы, блядь, как, что вы можете, блядь, вот я, вы друг с другом, блядь, договориться не можете. Мои золотые, президент Украины, господин Зеленский, заявил о том, что бандера, это национальный герой Украины. Это его слова, это его выступления. Я где-то ошибаюсь, только расскажите, пожалуйста. Вы попросите, я один это слышал? Нет, вы, смотрите, вы, может быть, я реально ебнулся уже потихонечку. Из вас кто-нибудь из сидящих слышал о том, что он в своем выступлении проговорил вот это предложение. Ты веришь, что хочешь со мной поговорить так? Окей, я бы сказал, я больше не могу. Да нет, вот именно так с тобой, Ангелин, я так не буду разговаривать с тобой. Я готов услышать ее правду. Но при всем при этом, когда мне человек говорит свои мысли, излагает, я никогда не буду говорить, нет, это все ерунда, это все чушь. Я могу сказать, что, слушайте, а у нас вот так вот. У нас считается вот так. Мы вот знаем, мы владеем этой информацией вот так. Видимо, намного уже, нежели вы, вы там шире этой информацией владеете. Поэтому, если ты хочешь, давай. Я с огромным удовольствием, Ангелин. Хочешь вечером, давай, приходи, поговорим. А в Украине есть, а в Киеве есть проспект Бандеры? Скажите, пожалуйста. Жень, шлиф нахер, Россия, Россия это гордость, огонь и силы. Ну, я не могу их нахрен слать, потому что они, люди нашего, блядь, они живут в государстве, которые все же считают, людей, живущих на территории Украины, мы все же считали братьями и сестрами. И продолжаем считать. Как посылать, в смысле посылать нахер? Это, блядь, неконструктивный, блядь, диалог тогда у меня происходит. Тогда это слабость и трусость с моей стороны будет, если я буду переключать оппонента. Я материться начал, потому что я начал нервничать, видите, не смог сдержать себя. Но я уже успокоился. Я, кстати, вот такое ощущение, я очень быстро загораюсь и тут же гасну. А у вас Сталин герой. У нас Сталин герой? Кто тебе сказал? Я, допустим, Сталина никогда героем не считал. Я считал и считаю его тираном, человеком, который погубил огромное количество людей, устроил, блядь, геноцид. Это страшный человек был. Я никогда не считал Сталина героем. Вот я говорю конкретно за себя. Я не знаю, что там думают остальные, но для меня Сталин не герой. Это тиран. Это дьявол воплоти. Вот такой был Сталин. Ты не оскорбляешь? Ты своих русских девушек оскорбляешь за коммент, который тебе не понравился. Я своих девочек русских оскорбляю. Да, блядь, где подтверждение вашим словам? Где это все? Россия за всю историю ни на кого не нападала. Ни разу. Сейчас не надо гнать. Уже хватит трогать нос. Да никто не считает Сталина героем. У нас в России не считают Сталина героем. Вы видите, вы не владеете информацией. Но при всем при этом вы позволяете себе. Хотя ничего не позволяете. Вы поинтересовались, я вам ответил. Нет, это ошибочное мнение. Мы не считаем Сталина героем в России. Тоже считаю Сталина тираном. Да все нормальные люди, здравомыслящие, которые вышли из Советского Союза, которые хотя бы немножко знают историю, они, блядь, никогда не... Жень, трогай нос. Спасибо, Армирин. Спасибо. Да я уже, слушай, невозможно, блядь. Нос не трогай. Это не делай. Не матерись, не свисти, не перди. Котики мои. Чуть-чуть это, ногу с газа убрали. Прям, блядь, забили меня под плинтус. Вы что во мне комплексы развиваете? Я только газануть хочу, вы меня это... Благодаря Сталину Вторая мировая война выиграна, блядь. Вторая мировая война выиграна благодаря, блядь, духу русскому. И сплоченности. И патриотизму. Сталин, блядь. Сталин-то при чем здесь? Сталин что, на броневике ехал впереди всех, бежал там, блядь? Наш президент тоже постоянно врет. Конституцию менять не будет. Поменяли пенсионный возраст, поднимать не будем. Подняли и так далее. Мы, к сожалению, никогда не узнаем правды. Сталин это лужа, спасибо. А кто ваш президент? Слушайте, вы всегда, знаете, так наезжаете на Путина. Обратите, если у вас есть знакомые, которые живут в Европе, спросите, есть ли у этих знакомых люди преклонного возраста. Спросите у них, пожалуйста, когда в Европе пенсионный возраст начинается? С каких лет? И какой там налог подоходный? И сколько стоит медицина? В Европе. Вы же так любите заглядывать вот это, блядь? Через забор завистью. Смотря на европейцев и на Америку, как живет Запад. Вы поинтересуйтесь вообще, как там люди живут. Там не дай боже, у тебя зуб заболит. Сразу. Полторы-две тысячи долларов выхватит. Ох, ребята, мы сейчас сделаем третью мировую войну. Здесь зачем заранее? Зачем заранее? Зачем? Путину респект стопроцентно. Давайте бахнем по Америке. Да, блядь, какой кошмар. Май золотая. Если где-то в детстве, в каком-то темном переулке, тебя уебенили веслом по еблищу, это не значит, что теперь нужно ебашить всех. Извините, пожалуйста, меня за нецензурную брань. Я предполагаю, что... Не, не предполагаю. Я вижу, что в 14.35 я вышел. Скорее всего, дети могут видеть мой эфир. Потому что они находятся рядом с родителями. Заранее хочу извиниться. Постараюсь контролировать свою вещь. Но это просто невозможно. Как можно написать, давайте бахнем по Америке? Гуманизм вперед планеты бежит. Я таких филантропов давно еще не встречал. Давайте бахнем по Америке. Давай бахнем. Иди, блядь, чекушку, блядь, боярышника. Лупани и спать ложись. Выспись. Так в Европе пенсионеров какие высокие выплаты. Они не нуждаются. Да откуда ты знаешь, блядь, Русяна, Панина? Как ты мне... Вот это... Откуда вы владеете такой информацией? Блин, она не сможет уже мне ответить. Ее заблокировано. Она невозможна. Но весь эфир она мне нервы гребет. Поправиться любому хорошо, любому это. Женька, когда мобилизация? А у мужа у своего спроси. Казахстан не трогайте, нам еще ваших парней встречать. Да никто не трогает Казахстан. Мы вообще никого не трогаем. Мы белые и пушистые. Где Ангелина, блин? Ангелина, где ты? Хочу с тобой подискусировать. В Чехии все окей. Блин, це ебись. Ой, простите меня за мат. Вечером будет... Да, будет. Россия рай, Америка ад. В Европе зарплата миллиона. А что ты здесь когда сидишь? Ну, езжай в Европу. Ты что думаешь? Если ты в этой стране ни хрена не смогла добиться, и не пригодилась здесь, в окружении своего народа, ты в Европе там добьешься каких-то успехов? Вы с себя начните. Знаете, есть очень хорошее выражение. Кто на что учился? Мы всю жизнь, знаете, живем в каком-то состоянии зависти и ненависти к людям, у которых получилось в этой жизни что-то. Но мы привыкли к тому, что если у кого-то что-то получилось, хороший автомобиль, достойное жилье, путешествия, все, значит, воруют, значит, обманывают, значит, еще что-то, значит, третья десятая. При этом мы ежедневно ходим на одну и ту же работу до конца своих дней. с одной и той же зарплаты и тихо всех вокруг ненавидим. В Европе зарплаты миллионы. Выздоравливай. Я на месте, просто смешно видеть некоторые комментарии, поэтому лучше я помолочу. Ну а ты представляешь, а это сейчас, смотри, сейчас время такое, когда все на работе, 14.38, а вот я сегодня выйду часов в 7 вечера в эфир, будет почти косарь. И вот представь, вот тысяча человек, из них человек 30, ну вот возьмем, начинают писать какие-то гневные сообщения в мой адрес, обвиняя меня вообще во всем. Как будто я приказы отдаю, как будто от меня зависит все, что сейчас происходит. Это ладно, помимо этих 30, еще человек 30, 300, которые задают максимально неадекватные вопросы, на которые, ну, не то что ответа нет, тебе хочется сбежать. А ты тут увидела три комментария. Вечером жаришка будет. Я думаю, я, наверное, пойду, стопочку накачу, возьму вечерочком. Не хочу, даже смешно. Надо, наверное, немножко, наверное, пьяненькими в эфир. Хотя нет, не буду. Потом эфир заканчивает, потом думаю, боже мой, как это. Почему блогеров не призывают, как думаете? Мы, честно говоря, вообще о блогеров не думаем. А вы думаете о блогерах? И почему их не призывают? У вас максимально скучная жизнь, неинтересная. Если у вас хватает времени думать об этом. Думайте о себе. О том, что вы сегодня будете ехать.